здравствуйте дорогие мальчики и девочки я рада приветствовать он вас онлайн школе и мы начинаем урок русского языка мы с вами продолжаем изучать морфологические признаки глагола узнавать тайны русского языка все что связано с глаголом эта тема очень сложная и требует особого внимания очень много нового мы узнаем с вами и которое вам нужно все запомнить мы с вами на прошлом занятии познакомились что такое время глагола что оказывается в русском языке есть тоже время и время определить мы можем у глаголов тема нашего урока сегодняшнего посвящена теме время глагола посмотрите на экран мы с вами на прошлом занятии говорили о том что в русском языке есть прошедшие настоящее будущее время она связана с нами настоящей жизни мы с вами знаем что у нас сегодня было вчера и завтра то есть также связано это из в русском языке с глаголами но в жизни у нас говорят говорят говорится о том что прошлое а в русском языке все-таки прошедшие об этом пожалуйста помните и не путайте значит у нас в русском языке есть прошедшие настоящее будущее время как же в русском языке определить когда настоящее время то есть здесь мы должны с вами смотреть на момент речи то самое главное ключевое слово момент речи что в данный случай говорится давайте посмотрим на картинку итак то есть прошедшее время это я говорил то что уже сказал говорил настоящее время это я говорю прямо сейчас ну а будущее время это то что я буду говорить итак вспомнили да поэтому у нас есть в русском языке три времени настоящее прошедшие и будущее время об этом мы с вами сегодня поговорим более подробно давайте посмотрим на памятку и так время глагола мы уже сказали что есть настоящее будущее и прошедшие и так давайте посмотрим на прошедшее время то есть прошедшее время отвечает на вопрос что делал, что сделал и другие. То есть то, что уже произошло. Настоящее, то, что происходит сейчас, отвечает на вопрос, что делает. Так, это настоящее время. Ну и будущее время отвечает на вопрос, допустим, что сделает, это то, что будет еще происходить. Это будущее время. Я надеюсь, вы все выучили правила, которые находятся у вас в ваших учебниках. Итак, давайте выполним упражнение. Посмотрите внимательно на экран. Перед вами воздушные шары, на которых летят лоси. У каждого написано свое время, настоящее, прошедшее, будущее время. Внизу даны глаголы. Прочитайте их внимательно и подумайте, какой глагол к какому времени относится. Но для начала вспомните, что для этого нужно сделать, чтобы правильно определить время глаголов. Нужно задать вопрос. Ну и помнить про момент речи. Давайте с вами посмотрим. Я думаю, уже многие догадались и некоторые глаголы успели определить, к какому времени относятся. Ну давайте вместе попробуем и проверим. Так, смотрим на экран, что у нас получается. Значит, глаголы настоящего времени мы отнесли такие, как кричит. Что делает? Кричит. Что делают? Играют. Что делают? Говорят. Что делает? Шьет. То есть данный момент. Это настоящее время. Глаголы прошедшего времени. Что сделал? Подарил. Что сделали? Написали. Что делала? Читали. Читала. И что делал? Шел. Эти глаголы относятся к прошедшему времени. То, что уже было сделано. И глаголы будущего времени посмотрим. Что сделают? Прочитают. То есть еще не прочитано, а прочитают. Что сделают? Пойдут. Что сделают? Принесут. И что сделают? Объяснят. Эти глаголы относятся к будущему времени. Я думаю, вы справились с этим заданием. Кто все правильно выполнил, тот большой молодец. Я думаю, все со мной согласны. Хорошо. Потренировались. Итак, ну давайте вспомним, как же все-таки определить время, если еще вы затрудняетесь. Самое главное, вы должны помнить о том, что мы должны глаголу задать правильный вопрос. Это мы еще должны уметь тогда, когда мы начали изучать тему глагол. Помните, задания у вас были. Найти глаголы. А чтобы найти глаголы, мы должны уметь задавать к словам вопросы. Итак, давайте еще раз посмотрим. Время глагола можно определить по заданному к нему вопросу. Перед вами табличка. Мы видим, что давайте посмотрим, на какие вопросы отвечает настоящее время. Что делает? То есть действие, которое происходит в настоящем времени, то есть в момент речи. Например, что делает? Рисует. Что делают? Рисуют. Что делаю? Рисую. Что делаешь? Рисуешь. Глаголы прошедшего времени, действия, которые уже произошли или происходили в прошедшем времени до момента речи. Что делал? Рисовал. Что сделал? Нарисовал. Что делали? Рисовали. Что сделали? Нарисовали. Итак, ну и глаголы будущего времени. Это действия, которые будут происходить, произойдут в будущем времени, после момента речи. Что сделает? Нарисует. Что сделают? Нарисуют. Что будет делать? Нарисует. И что будут делать? Нарисуют. Итак, рассмотрели. И думаю, что вы будете правильно определять время глаголов. У кого еще затруднения вызывают, значит, надо обращаться к учебнику, повторить правила, запомнить вопросы и научиться определять время. Это очень важно, потому что очень много заданий встречается сейчас, которые вы выполняете, где нужно определить время и число глаголов. О числе мы тоже с вами говорили. Итак, эти главные морфологические признаки вы тоже должны знать, как определить у глаголов. Итак, рассмотрели мы с вами табличку, давайте рассмотрим глаголы. Итак, посмотрите внимательно на табличку. Значит, вы видите, что глаголы изменены по временам. Итак, посмотрите. Учу. Учил. Учила. А вот будущее выучу. Буду учить. Обратите внимание, что в будущем времени даны две формы. Об этом мы тоже будем говорить позже, что в будущем времени существует две формы. Простая и сложная. Но не будем пока забегать вперед. Итак, следующий глагол. Пишу. Писал или писала. В будущее время. Напишу. Выполняю. Прошедшее время. Выполнил. Выполнил. Что сделал. И будущее выполню. Буду выполнять. Ну и последний глагол. Решаю. Решил. Что сделал. Или решила. В будущее время. Решу. Буду решать. То есть то, что будет. Итак, помним, что глаголы в русском языке по моменту речи в данном случае определяется. Итак, обратите внимание на глаголы. Мы помним с вами о том, что глаголы обозначают действия. И данные глаголы, которые обозначают данное действие, относятся, конечно же, к вам, дорогие школьники. То есть вы сейчас и учите, и пишите, и выполняете различные задания, и решаете задачи. То есть эти все действия относятся к вашей сейчас деятельности. Итак, рассмотрели. Хочу ваше внимание обратить сегодня на прошедшее время. Итак, давайте рассмотрим. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что в глаголах прошедшего времени в каждом глаголе есть суффикс L. То есть посмотрите, здесь у нас есть одно правило, которое сегодня вам станет известно. И в учебнике тоже о нем написано, и вы можете встретить его. Итак, значит, запомним, давайте такое правило. Посмотрите на экран. Запомните, что приметой прошедшего времени глагола является суффикс L, который так и называется суффикс прошедшего времени глагола. То есть видите, как, да, немножко такой хитрый способ, как легко определить, что это глагол прошедшего времени. Вам поможет в этом суффикс L. Но не все глаголы прошедшего времени имеют суффикс L, но большинство, то есть чаще всего встречается суффикс L. Значит, вот такая небольшая хитрость, что есть суффикс L в глаголах, который указывает, что это суффикс прошедшего времени глагола. Значит, здесь будет легко вам определить, что это глагол прошедшего времени. Хорошо. Давайте рассмотрим следующие примеры. Давайте прочитаем данные предложения. Я пишу, мы пишем, ты пишешь, вы пишете, он или она пишет, они пишут. Мы с вами сказали о том на предыдущих занятиях, что глагол тесно связан с существительным. В каком числе стоит существительным, в таком будет и глагол. Ну, посмотрите, здесь ведь не имена существительные. Кто вспомнит, какая это часть речи? Надеюсь, все вспомнили. Молодцы, кто вспомнил. Это местоимение. Совсем недавно, перед темой глагол, мы с вами изучили тему местоимения. Что мы научились определять у местоимения? Кто вспомнит? Вы учили табличку и узнали, что у местоимений можно определить лицо. Помните? Итак, если мы посмотрим на данное предложение, то мы увидим с вами, что глаголы тоже связаны и с местоимением. То есть, посмотрите, да, от местоимения зависит, в какой форме будет стоять глагол. Мы еще и это заметили, да? Так, посмотрим, давайте вспомним, что мы с вами изучили личные местоимения, и у них есть определенное лицо. Итак, личные местоимения указывают на лица, которые участвуют в разговоре. Если мы вспомним, что местоимение, которое относится к первому лицу, это я и мы, единственное множественное число. Второе лицо это ты, вы, а третье он, она, оно и множественное число они. Вспомнили? То есть, мы с вами здесь и затронули тему местоимений, потому что с глаголами местоимения тоже связаны. И глагол, чтобы поставить нужную форму, тоже зависит от данного местоимения. Итак, вернемся к нашим предложениям. То есть, посмотрите, данные предложения тоже распределены, мы видим. К первому лицу относятся первое предложение, я пишу, мы пишем. Ко второму лицу ты пишешь, вы пишете. И к третьему лицу он, она пишет или они пишут. Мы видим, что у глагола изменилась форма. Итак, то есть, видите, что форма изменилась, изменилось окончание. Мы с вами знаем, что при изменении формы слова меняется окончание. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание именно на глаголы второго лица. Посмотрите, второе лицо это местоимение ты-вы. В данном случае я хочу обратить ваше внимание именно конкретно на местоимение единственного числа. Это ты. Давайте посмотрим это предложение. Ты пишешь. Почему же хочу обратить ваше внимание? Потому что вы довольно так часто встречаетесь с такими глаголами, как в своей речи, что в письменной, что в устной. Ну и есть оно у нас правило, которое мы с вами должны изучить и уделить этому внимание. Вам эти глаголы, как я уже сказала, да, глаголы второго лица часто встречаются, когда вы разговариваете друг с другом. Может быть, когда пишете письмо бабушке. Ну а чаще всего сейчас пишем не письма, а смс. Обратите внимание, часто задаваем вопросы. Как живешь? Как дела? Что делаешь? Ты пойдешь гулять? Ты будешь играть? Задаете эти вопросы вы друг другу? Конечно же, да, если вы сейчас в данный момент чаще всего общаетесь по телефону или в смсках. Ну и чтобы быть грамотными, конечно, мы должны учить правила. Какие же ошибки могут допустить ребята, которые не знают данное правило? Итак, мы с вами сегодня узнаем, что глагол, который сочетается с местоимением второго лица единственного числа и отвечает на вопрос, что делаешь, что сделаешь, имеют окончания ешь и ишь. То есть мы должны запомнить и обратить внимание на то, что пишутся эти окончания с мягким знаком. Посмотрите, в вопросе есть мягкий знак, что делаешь, что сделаешь. И в глаголах, которые отвечают на эти вопросы, будут окончания тоже ешь и ишь, пишем с мягким знаком. Я знаю, что ребята, которые не знали еще это правило, допускали ошибки. Но с сегодняшнего дня, я думаю, это правило вы выучите и запомните, что глаголы второго лица пишутся с мягким знаком, когда встречаются такие окончания ешь и ишь. Итак, давайте посмотрим еще раз внимательно на пословицы. Такое задание небольшое. Вспомните пословицы и вставьте глаголы второго лица. Мы увидим, что глаголы даны, слова для справок, как раз-таки на заданную орфограмму. Про описание окончания глагола второго лица. Давайте вспомним, какие пословицы у нас в данном случае получаются. Итак, всем вам известные пословицы. Наверное, не раз уже слышали. Давайте проверим, что у нас получится. Значит, какие пословицы у нас получились? Тише едешь, дальше будешь. Что написано пером, не вырубишь топором. Поспешишь, людей насмешишь. То есть в пословицах часто тоже встречаются глаголы второго лица, где мы должны помнить о правописании окончаний. Ешь, ишь и ешь. Итак, посмотрите еще раз на пословицы. Я думаю, смысл вам понятен данных пословиц. Тише едешь, дальше будешь. Что делаем, все не торопясь. И выполнится быстрее и качественнее, лучше. Ну и если напрямую, то с транспортом. Никуда торопиться не надо. Что написано пером, не вырубишь и топором. То есть все, что у нас уже ранее известно, книги написаны, различные произведения, то никуда это не денется. Оно все с нами. И поспешишь, людей наспешишь. Конечно, не стоит торопиться. И опять же, эти пословица относятся к вашей деятельности, ребятки. И когда выполняете задания, делаете уроки, то помните об этих пословице. Никуда спешить не надо, чтобы не напутать, не сделать ошибок. И все у вас будет хорошо. Итак, обратили внимание на глаголы второго лица. Запомнили, как пишутся окончания? Ешь и ешь. Но давайте еще раз повторим. Итак, значит, глаголы, которые относятся ко второму лицу, единственные числа, то есть связанные с местоимением ты, отвечают на вопросы, что делаешь, что сделаешь. И имеют окончание ешь, ешь и ешь. Обратите внимание и запомните, что они пишутся с мягким знаком. Посмотрите, да, вопросы. Ты придешь, ты спишь, ты позвонишь, ты смотришь, ты сможешь, ты возьмешь. То есть глаголы, которые часто нам встречаются. Помните об этом правиле и не допускайте ошибок. Правила это обязательно выучите. Итак, ну и подведем итоги урока. Итак, какую тему мы сегодня с вами повторили в начале урока? Мы с вами говорили о времени глаголов. То есть как, какие времена глаголов есть и как их определить. Как изменяются глаголы? Что мы с вами знаем? Что глаголы изменяются по числам, ранее изучили. Ну и сегодня повторили то, что глаголы могут изменяться по временам. Что сегодня нового узнали на уроке? Мы с вами узнали, что легко определить глагол прошедшего времени. Кто помнит? По какому признаку? По суффиксу L. Ну и узнали то, что глаголы, относящиеся к второму лицу, отвечающие на вопрос, что делаешь, что сделаешь. Мы с вами узнали, какие окончания будут и как правильно писать. Это еще раз внимательно прочитайте в учебнике и запомните данное правило. Что нужно знать для того, чтобы правильно писать? То есть быть грамотными и не допускать ошибок. Конечно же, мы должны знать с вами все правила, которые нам даются на изучение. Вот видите, сколько всего нового мы с вами узнаем, изучая данную тему. Я думаю, что, может, кто-то и знал раньше, а кто-то сегодня только узнал о том, что есть суффикс L, признак глагола прошедшего времени, и что у нас, мы должны обращать внимание на прописание глагола второго лица. Итак, еще раз повторите данный материал в учебнике, выучите правила и знайте, чтобы не допускать ошибок. Будьте внимательны, урок на этом закончен. Спасибо за внимание и удачи вам!